Здравствуйте! Добро пожаловать! Очень приятно видеть так много людей. Я не думал, что в конце конференции эта тема вызовет интерес. Давайте чуть-чуть больше познакомимся, чем меня представили. Меня зовут Антон. Я работаю в компании JetBrains, а живу в Таллине. Работаю из дома и работаю в должности Developer Advocate. То есть, если из фоточки непонятно, то моя основная задача – это общаться. И да, я работаю Developer Advocate в команде TeamCity. В основном иногда я немножко помогаю проекту IntelliJ IDEA, тоже иногда что-то говорю про Kotlin, но мой фокус все-таки полностью на TeamCity. Просто, чтобы не понять, кто здесь в аудитории сидит, сколько людей здесь когда-либо использовали TeamCity. Используют или использовали, а сколько нет, чтобы так немножко понять. Окей, 50 на 50 или 60 на 40, примерно так. Сегодняшний доклад, он немножечко о TeamCity, ну или по применении TeamCity в контексте разных проектов JetBrains. Естественно, я в этих всех проектах сам не участвую. И моя задача была пойти, собрать эту информацию и как-то упростить, рассказать вам. Для тех, кто уже использовал TeamCity, может быть, будет какая-то полезная информация в плане того, как же мы его используем в своих проектах для больших каких-то сборок. А для тех, кто не знаком с TeamCity, может быть, чуть-чуть познакомиться. Тоже будет полезно. Значит, герб нашей индустрии, он в принципе символизирует любой продукт, любой проект. Когда вы делаете какой-то инструмент или продукт, который будут использовать другие, вы никогда не знаете, с какими сценариями на самом деле вы столкнетесь. Чем популярнее становится проект, тем больше таких сюрпризов возникает, в каких ситуациях люди начинают его использовать и на каких масштабах. Это относится к JetBrains, в частности, даже со своими инструментами. Что такое большой проект? Как вы думаете? Есть какие-нибудь такие? Сразу же, а большой проект – это сто пятьсот тысяч кода в одном файле. 3Draw Linux – хороший пример, но это конкретный пример. А какие параметры большого проекта могут быть существенны? Например, это какой-то количественный фактор может быть. Например, количество строчек кода. Ну, не совсем. Количество строчек кода может показывать или влиять на то, что, например, ваша сборка вашего проекта будет занимать немножко больше времени, и с большой надеждой написали на это большее количество строчек кода, есть большее количество тестов. Но не всегда, да? Другой, например, параметр может быть много модулей. Это как-то коррелирующий, в принципе, параметр, но не обязательно. У тебя у вас могут быть очень маленькие модули, что, в принципе, потом мы увидим, дает какое-то преимущество. Правок в единицу времени. Относительно CI, количество правок, которые входят в систему, оно имеет прямое влияние на то, насколько система загружена. То есть, чем больше программистов делают правки, тем лучше. Ой, ну как лучше? Относительно. Веток в репозитории, например. Может быть, вы плодите ветки там какими-то большими пачками, тогда тоже создается нагрузочка. Ресурсов для сборки всего этого. Может быть, у вас проект большой, вот по всем этим предыдущим показателям, а агент всего один для сборки. И людей, причастных к проекту. Может быть, тоже разное количество. Чем больше людей, тем больше шансов, что они будут генерировать какие-то правки. Вот комбинация всех этих вещей, в принципе, создает какой-то набор для того, чтобы определить, большой проект или нет. Большой проект может быть не активный проект. Он просто собирается раз в месяц, за пару минут и все. А какая-то постоянная нагрузка DCI, она все-таки на активном проекте создается. Очевидно. Сегодня у нас в докладе будет три проекта, которые я выбрал для описания. При этом, естественно, мы будем говорить немножко о TeamCity в двух контекстах. Первый контекст – это вот, что TeamCity из себя представляет для больших проектов. И TeamCity как сам, как большой проект. Он достаточно крупный. Проекты команды .NET. У них несколько продуктов, но я вот обозначил его логори шарпер. В принципе, он достаточно хорошо обозначает контекст. И, естественно, продукты на базе платформы IntelliJ IDEA. Ну и сам IntelliJ IDEA как пример. Поехали. Немножко поговорим о TeamCity, о контексте его применения. Внутренняя инсталляция TeamCity в JetBrains. Вообще, сам проект начался в 2006 году. Или первая версия, может быть, даже появилась в 2006 году. И вот внутренний сервер сейчас содержит более 4000 проектов, активных где-то 27000 конфигураций, порядка 1000 агентов. Коллеги говорят, что уже было больше 1000, но скриншот никто не сделал. Это не самая большая инсталляция TeamCity, которую мы знаем. Есть наверняка в аудитории люди, которые используют его в более нагруженных проектах или контекстах. Но, тем не менее, он достаточно показателен для какой-то такой, знаете, нагрузки. Вот у меня скриншотик есть для подтверждения моих слов со внутренней инсталляцией. Ну так, я скажу, что эти цифры выросли за два года в два раза. То есть рост, в принципе, нелинейный, если мы будем учитывать 2006 год. Топология. Нам нужно понимать, как он примерно работает. Какая топология для последующих объяснений. Довольно все просто. Есть основной сервер, который отдает UI, в который вы заходите, видите результаты, что-то, может быть, конфигурируете через этот UI. И есть какое-то количество агентов, в нашем случае порядка тысячи, где есть постоянные агенты, то есть железные, которые крутятся на настоящем железе. И есть так называемые облачные агенты, которые могут подниматься динамически и опускаться динамически. Во внутреннем нашем дата-центре мы используем VMware vSphere для того, чтобы поднимать такие агенты, но тем не менее для некоторых проектов используется еще и Amazon. Эти агенты формируют так называемые пулы, и эти пулы назначаются на проекты. То есть у одной команды этот пул может быть больше, у другой команды меньше, в зависимости от требований. Кроме того, поскольку нагрузка растет за счет этих агентов, есть возможность выносить некоторую функциональность, некоторые возможности сервера во вторичную инсталляцию. То есть есть основной сервер, есть вторичный сервер. И вот разные функции могут выноситься на эти вторичные сервера. Например, как одна нода может обрабатывать результаты с агентов и вообще работать с агентами, а другая, например, может опрашивать систему контроля версий на предмет изменений в проектах. В TeamCity вообще очень много разных функций, и многие коллеги даже называют его таким звездолетом. Но обо всех мы, естественно, сегодня не будем говорить, нам одного часа не хватит на это дело. Мы пройдемся по некоторым, на мой взгляд, важным аспектам или важным возможностям TeamCity относительно этих больших проектов, о которых мы сегодня будем говорить. Но начнем все равно с простых вещей. Вот примерно так выглядит ваша конфигурация в простом, нормальном, маленьком проекте. Собрать проект, упаковать его в Docker, куда-нибудь отослать имидж. Это одна конфигурация, в которой есть три шага. Все очень просто. И эту же конфигурацию можно создать в Kotlin. То есть у нас свой DSL, в котором можно конфигурировать проекты и сборки. И класть это в version control и все здорово. Более сложные или так называемые конфигурации курильщика выглядят примерно так. Там много шагов сборки. Интересным аспектом может являться то, что эти шаги сборки могут быть очень разные. Какие-то вызовы утилит, вызовы антов, вызовы билд-системы и так далее. Когда вы видите вот такое, должны обязательно озаботиться тем или озадачиться тем, что может быть здесь что-то не так. Какая проблема вот с такой конфигурацией может быть? Конфигурация сборки выполняется на агенте как бы одним разом. Нет возможности переиспользовать результаты. Можно было бы поставить какие-то костыли, но это ненормально. То есть если у нас вот такая конфигурация, которая исполняет много-много шагов, скорее всего она будет запускаться довольно долго, час-два, неважно. У нас нет возможности это ускорить прямо вот напрямую в лоб каким-то способом. Даже большую машину какую-то взять, более мощную, наверное, не получится, чтобы на порядке ускорить сборку. Когда вы такое видите, есть смысл подумать, как бы логически разгруппировать эти шаги. Допустим, на одну, на две группы, на три, на четыре, сколько вот вам надо. И это можно законфигурировать опять же в DSL. То есть если вы видите, смотрите на нижнюю часть, там есть такой блок, который говорит, у меня есть зависимость, dependency из build-b есть зависимость на build-a. То есть формируется некая цепочка вот этих вот конфигураций, и они формируют на самом деле направленный граф внутри TeamCity. И естественно на вход подается какой-то исходной код, или даже много репозиторий может при этом использоваться. Вот эта вот красота на самом деле может выглядеть немножко по-другому, когда очень большие проекты, много конфигураций, и это начинает выглядеть как микросхема. Не очень как бы становится удобно использовать, но поэтому у нас UI-команда взялась и решила навести красоту. С этим теперь гораздо более удобно работать. Есть еще что пилить и что допиливать, но тем не менее даже вот сегодняшний вид этого уже не приводит в ужас. Он теперь вместо микросхемы напоминает какую-то такую звездную систему. Окей, но объяснять мы будем все равно на простых вещах, чтобы нам было так понятно. Я сильно упрощаю примеры презентации. И вот эти цепочки, я считаю, в TeamCity они как бы прямо вот ядро. Если вы ими умеете пользоваться, понимаете, как они работают, с этим инструментом сделать можно очень много, и очень много он вам, как сказать, поможет в ваших проектах. Значит, две очень важные вещи, которые он дает. Он дает больше на самом деле, эти цепочки. Там можно много разных опций выбрать, но вот две вещи, которые вы получаете сразу же по умолчанию, это поведение по умолчанию в таких вещах. Это переиспользование результатов сборки. То есть между разными шаблами этой цепи вы сможете переиспользовать результаты, если там не было изменений. И синхронизация ревизии в цепочке, если у вас много репозиторий, с которыми эта цепочка работает. Сейчас попробую все это объяснить. Значит, переиспользование результатов сборки. Довольно простая вещь, может быть интуитивно понятно, но давайте приведем пример. Вот у нас есть какое-то изменение в одной из репозиториев. Ясно, что нам надо перезапустить сборку где-то в середине этой цепочки. И понятно, что все, которые от нее зависят, должны быть тоже перезапущены. Но вот первая конфигурация не должна быть перезапущена. И даже вот на таком простом примере мы вдруг выиграли 20%. Наивная математика, но тем не менее. У нас есть статистика, которая каждый день собирается. В зависимости от того, какая конфигурация запускалась, на каком агенте, там есть евристика, которая примерно считает потенциально, сколько мы времени сэкономили, не перезапустив такую-то сборку. И эта вся статистика как-то складируется. То есть это примерная оценка, это не точная далеко оценка, но тем не менее. К концу дня, это на прошлой неделе я попросил коллег собрать, сделать скриншотик. И получалось так, что на 6 часов вечера мы успевали сэкономить 13 419 сборок. То есть не запустить их, переиспользовать результаты ее. Есть еще вторая оптимизация, которая позволяет заменить сборку в очереди. Она немножко меньше дает, но тем не менее, вместе они дают очень много. Абсолютные часы вам ничего особо не говорят, что там 7000 часов сэкономлено, или нет, 3500 часов сэкономлено из 7300. Но вот цифра процента, она дает примерно понимание того, что если бы мы этого не делали, нам надо было бы увеличить количество агентов на 33%. Это очень здорово, я считаю. В некоторых проектах этой экономии гораздо больше, потому что эта цифра – это средняя budget-brain. Все зависит от формы этой цепочки. Вторая возможность цепочек – это именно синхронизация ревизий. Что это означает? Вот возьмем этот пример. Сейчас, секундочку, мне надо углотнуть. Окей, поехали дальше. Вот эта самая же цепочка, у нас есть четыре репозитории, четыре гид-репозитории, в них есть какие-то ревизии. Один, три, два, четыре. И прилетает какое-то изменение в первой репозитории. То есть у нас изменяется ревизия в первой репозитории на двоечку. То есть у нас сборка должна быть на два, три, два, четыре. Вот такая сборка запускается. TeamCity берет вот эти все конфигурации, кладет их в очередь и запускает их в порядке определения их в этой цепочке. То есть для первой сборки у нас запустится сборка на ревизии два и три. Два и соответственно потом на четыре у нас допустим тесты лежат в одной репозитории, мы их просто поделили. Первая сборка может занимать время. Допустим, мы собираем там действительно самую большую часть нашего приложения, наш JAR какой-то или наш, собственно, весь код приложения. И вот здесь вот такой момент, что в момент вот этой сборки, пока ждет вторая сборка в очереди, может, например, ваш коллега отослать новые изменения в репозиторию. Если бы синхронизации ревизии не происходило, наша сборочка отмутировала бы относительно изначального состояния. То есть на момент старта мы ожидали сборку 2.3.2.4, а теперь она вдруг смутировала на 2.3.3.4. В основном вот если вот прямо вот так вот это случилось, есть шанс, что ничего не произойдет, ваша сборка соберется, она будет зелененькая. Но если вот более простой пример привести дальше вот развитие этой истории, в этот же самый момент, почему вот вы сделали изменения во второй части, во второй репозитории или в третьей репозитории с 2.3, может быть, у вас оно завязано на изменения в другой репозитории тоже, вы сделали как бы commit в две репозитории. И тут такой момент, мы уже как бы, если не синхронизируем, у нас получается мутант вот этот вот 2.3.3.4, но он должен быть, должен включать в себя вот это изменение, которое с 3 на 4 произошло. То есть у нас очень странная сборка получается. И если у людей такое происходит, то очень велик шанс того, что сборка начнет мигать, то есть если у вас мало правок входит в систему, скорее всего она мигнет и следующая сборка уже будет опять зелененькая. А если у вас много людей работает над проектом и правки летят в систему, все больше и больше, такой есть поток правок, грубо говоря, тогда себя начинает мигать и рано или поздно он входит вообще в красное состояние, что как бы очень плохо. Вместо этого, как это решается, вот на момент начала сборки TeamCity собирает так называемый снапшот из этих ревизий, то есть если у нас опять этот сценарий происходит, произошло изменение первой репозитории из первой ревизии на вторую, зафиксировали этот снапшот, запустили сборку. Если прилетели опять ревизии какие-то, получится вторая сборка, и она никак не мутирует вам в момент запуска первой. То есть получится две сборки с консистентными ревизиями. Это очень важно в контексте больших проектов и когда у вас много людей делают правки в системе. Это хорошо. Значит, поверх этого есть возможность работы с бранчами, поскольку у нас гид, самая популярная в мире система версий, там есть бранчи, и если у вас бранчи по конвенции названы более-менее одинаково, TeamCity начинает синхронизировать эти версии по бранчам тоже. Допустим, если правка летит в фичер 001, он, соответственно, делает сборку по всем этим репозиториям, и если там нету такого бранча в какой-то из репозиторий, он возьмет бранч по умолчанию. Чаще всего бранч по умолчанию – это мастер. Обратная ситуация может быть, когда у вас немного репозиториев, а один, и в репозиториях лежат эти подпроекты в подкаталогах. Их, в принципе, точно так же легко можно замаппить на конфигурации с помощью Checkout Rules. Есть такая вспомогательная возможность для каждой конфигурации задать, что из этой репозитории выкачивают такое-то поддерево. Ну, естественно, тогда с бранчами это работает, с ветками это работает очень просто. Не надо синхронизировать ветки между репозиториями. Все это, к тому же, маппится на агенты. То есть у нас есть какой-то пул агентов. Сборка у нас распределена по цепочке, она еще распределена по агентам, может быть, потому что, например, какая-то часть нашего проекта при сборке требует Java. У нас есть агенты с Java. Какая-то часть может требовать Docker. Там есть отдельные агенты с Docker. И, допустим, какие-то тесты у нас вообще должны запускаться на динамических агентах где-то в Cloud. Такое тоже можно организовать. Давайте перейдем... Теперь мы знаем немножко контекст работы TeamCity, и ее основная возможность работать с цепочками сборок. И теперь я хотел бы немножко рассказать про то, как TeamCity используется в проектах. И вот как TeamCity используется в проекте TeamCity. Разработка в основном в TeamCity ведется, так сказать, в мастере. Или, как есть методика, ее часто обозначают, trunk-based development. Очень часто люди, когда слышат этот термин, они думают, что брончей совершенно нет. Это не так. Бранчи могут быть, просто они мало живущие, и очень быстро происходит интеграция обратно в мастер. Но в данном контексте это не так важно. Главный модуль живет, вот у него есть одна репозитория, мастер. На самом деле этих репозиториев еще куча. У нас каждый плагин в своей отдельной репозитории живет. Плагинов много, соответственно, репозиториев тоже очень много. Но будем говорить относительно мастера. Именно ядра TeamCity. Вот идет разработка. В течение дня происходит какая-то работа. Инженеры добавляют какие-то правки в систему контроля версий. И в какой-то момент дня, а точнее в 5 часов, происходит так называемый review build. Или review сборка. Что это означает и для чего это вообще делается? Цель каждое утро выкатывать новую версию TeamCity на всю компанию. То есть внутри JetBrains TeamCity используется как ночной билд. Каждое утро выкатывается новая версия для того, чтобы понять, насколько стабильны правки, насколько полезны правки. Может быть какие-то багфиксы, может быть какие-то новые вещи, которые мы хотим покатать сначала на себе внутри, а потом уже выкатить в релиз. Потому что релиз происходит два раза в год. А хотелось бы видеть прогресс гораздо чаще. Это позволяет обеспечить более быструю обратную связь. Проекты крупные внутри JetBrains. Соответственно на крупных проектах мы быстрее видим эффект новых изменений. Так вот, в 5 часов происходит сборка из всех этих репозиторий, всех этих веток. Результаты, что туда попало. Есть отдельная страничка внутри TeamCity, куда дежурный по сборке в этот день может прийти посмотреть, какие изменения туда пришли, все ли хорошо. И если что-то нехорошо, можно еще есть окошко, так называемое, вечернее, где можно сделать какие-то правочки. Но если все хорошо, эти коммиты из мастера перенесутся в отдельный бранч, который называется у нас BuildServer. И вот за эти два часа, если у нас какие-то правки изменялись, происходили и мы хотим их еще тоже добавить в этот бранч, чтобы на следующее утро их выкатить, можно сделать дополнительные какие-то вноски в эту ветку. И, соответственно, вот это состояние, которое мы получили в этой дополнительной ветке, помечается каким-то тегом. Их всего два. Вместе два тега означают примерно следующее. Первый, авто, он называется по-другому, просто чтобы нам лучше было понимать. Тег, который обозначает авто, означает, что апдейт сервера на следующее утро может начаться автоматически без надзора инженера. И тогда он начнется гораздо раньше, там в 4 часа утра, и к 7 часам утра, когда первые, может быть, люди начинают смотреть на сервер, там уже все готово. Если выставляется тег ману, означает, что апдейт начнется или обновление сервера начнется позже под надзором кого-то из команды. Оно все равно начнется рано, там в 7 часов утра. Но, тем не менее, там кто-то будет, кто будет за этим процессом следить, чтобы, если что, быстро подставить костылики. Окей. То есть у нас наступает 4 часа утра, запускается процесс автоматического обновления. Здесь, мне кажется, довольно интересное решение сделано, поэтому я хочу вам о нем тоже рассказать. Значит, вот у нас есть, условно, наш кластер. Есть сервер TeamCity, есть агенты, на которых могут уже в этот момент, уже в 4 часа утра могут бежать сборки. На той же самой машине вместе с сервером установлен еще дополнительный агент для обновлений. То есть он прямо рядом с TeamCity бежит, он никакие сборки не запускает. Он сделан именно для того, чтобы утром обновлять TeamCity. Вот в 4 часа у нас запускается этот процесс. Что первым делом делает агент? Он, естественно, посылает сигнал TeamCity на то, чтобы он остановился. В это время сборки могут еще бежать. То есть сборки не останавливаются, когда TeamCity отключается. Агенты бегут. Когда работа закончится, они снова подсоединятся к TeamCity, когда он уже поднимется. Агент, который производит вот это обновление, он после остановки TeamCity запускает уже сборку самого TeamCity, и она происходит очень быстро, потому что на самом деле сборка произошла предыдущим вечером, и мы теперь вместо того, чтобы полностью его пересобирать, можем переиспользовать результаты сборки. То есть запускается тот же самый процесс сборки, который обычно его собирает, но он происходит там не за полчаса, как мог бы обычно с прогоном тестов, а поскольку там правок не было за ночь, он происходит очень быстро. Просто он смотрит, что все можно переиспользовать, можно теперь все запаковать и, соответственно, отправить файловую систему, распаковать и запустить TeamCity заново. При этом агенты, которые там запускались, запускали какие-то сборки, они продолжают работать, они подсоединяются снова к TeamCity, и когда они закончат свою работу, начнет происходить обновление агентов тоже, потому что с новой функциональностью мы можем выкатить новые плагины, новые какие-то изменения, которые затрагивают агенты тоже. Автоматически обновляются агенты. Чего здесь сейчас не сделано, и может быть у вас сразу же возникнет вопрос, что если у нас тысяча агентов, и мы выводняли серверы, они все тысячи начинают обновляться. Вот это вот work-in-progress так называемый, мы как бы хотим все-таки, чтобы мы их группами начали обновлять, или пополам, или как-то, но вот сейчас вот этого не сделано, чтобы проверить, вот у нас тысяча агентов, мы их разом не стали бы обновлять. Нам это не стреляет в ногу сейчас, но может быть у кого-то, у кого более большие инсталляции, может быть у них это как-то проявится, этот момент. Вот. Дальше. И у нас когда уже закончилось все, у нас работающая система, последующий весь день мы работаем с этой системой. Давайте посмотрим, как это выглядит теперь в команде .NET. У них есть мастер на каждом продукте, но разработку ведут разработчики как бы не в мастере, не в трамке, а все-таки в своих отдельных ветках. Ветки эти по функциональности как бы отличаются, и правки все-таки делаются в каких-то изолированных частях проекта, так что редко бывает, чтобы какая-то функциональность, вот две разные функциональности пересекались на одном месте в коде. Это такой один важный момент, мне кажется. вот, допустим, в какой-то из веток работа подошла к концу, и теперь можно попробовать проинтегрировать свою работу в мастер. Этот процесс, он немножко идет не по понятиям отцов CI, что так это нехорошо делать, что у вас долго живущие бранчи, но это работает для команды .NET, им с этим хорошо жить. Так вот, если у нас подошла работа к концу где-то в ветке, разработчик вручную нажимает кнопочку в TeamCity, где запускается так называемый робот для сведения веток. Но прежде чем мы об этом поговорим, поговорим, что может пойти не так. Так, вот у нас работа закончилась, мы хотим померзжиться обратно в мастер. Что неправильно, что здесь может пройти не так? Все может пойти не так здесь. Все взорвется. Почему? Потому что успели раньше померзжить другие бранчи и вообще все плохо будет. Как будем решать проблему? Говорите со мной. Мастер фичер бранч. Что это нам дает? Дает то, что мастер остается зеленый, но взорвались мы в другом месте. Скорее всего. Что тоже на самом деле не очень приятная ситуация. Вы так будете мерзжиться до посинения, потому что сначала вы попробуете поправить эти поломанные места, попробуете опять подмержиться и опять взорвется. Если у вас между этими двумя моментами времени прошло достаточно много часов, у вас коллега успел что-то другое проинтегрировать, вы опять взорвались. То есть в команде .NET это приводило к тому, что люди днями не могли померзжить свои правки. Там много людей, много правок, много бранчей, и это очень конкурентная среда становится. Для того, чтобы это как-то поправить, был изобретен такой процесс, как робот. Его назвали мерзж-робот. Как он работает? В принципе он делает тот же самый процесс, реализует, но автоматизирует его. Значит, вот у нас работа прошла. В TeamCity человек нажимает кнопочку, которая запускает этого робота из командной строки. То есть это какой-то build-step конфигурации. Это утилита или, как можно сказать, ее процесс. Она делает следующее. Она создает или не создает иногда отдельный бранч, куда сводит разные ветки. В нашем простейшем случае может подмержить мастер. Он конфигурируемый, то есть параметризируемый для разных сценариев. Но вот мы один из них разберем. Допустим, у нас появился дополнительный черепик-бранч, который был сделан из фичер 001, и туда подмерживается мастер. Запускается сборка, этот сам робот запускает сборку на этом бранче через REST API на TeamCity. То есть он как бы выходит и обратно заходит в TeamCity. И внутри этого процесса, соответственно, когда все прошло, все зелененькое, он делает тот же самый мерж в мастер. Здесь процессуально ничего как бы не меняется, но это все автоматизировано. И вот за счет этой автоматизации гораздо выше вероятность, что вот этот процесс удастся и ничего не взорвется. Потом там есть ретрай. Если он делает несколько вот этих мержей для нескольких людей, то есть выделен на это отдельный пул агентов, какой-то робот может другого, например, обогнать. Вот он тогда будет пробовать замержиться несколько раз. Он конфигурирован, можно сказать, попробуй три раза, попробуй четыре раза, попробуй пять раз. Если это не прошло, плохая ситуация, конечно, но чаще всего это с какого-то раза все-таки удается. И пока инженеры спят, робот работает. Есть как бы такой момент. Цель как бы достигнута. Мастер зеленый, инженер поспал, работа сделалась, правки пришли в мастер. Но робот тут может стать таким бутылочным горлышком. Представьте, что у нас команда распределена по всему глобусу равномерно. И эта вся команда равномерно генерирует правки в систему контроля версий. То есть, в принципе, доведя до экстрима, робот станет таким бутылочным горлышком по внесению этих вот правок и с скрещиванием веток. Но его тоже можно растить, как бы выделять больше агентов на сведение веток на этот робот и так далее. То есть, тут вопрос уже в ресурсах, сколько мы можем на это дело выделить. Но процесс интересен. Последняя тема, немножко про IntelliJ тоже. Она не совсем прямо так про TeamCity, но, мне кажется, тоже интересно. Проект большой. Это его вот цифры на июнь. Сейчас, конечно, там уже другие немножечко цифры, другие масштабы. Но, предположим, что там уже 14 тысяч миллионов строчек кода. Ясно, что сборка достаточно большая. Там много кода, много тестов. Она занимает время. Но до последнего времени, до мая этого года, весь проект, и вот проекты, которые основываются на, базируются на IntelliJ IDEA, они жили все в разных репозиториях. Всего их было шесть, по разным причинам. Исторические причины какие-то были, когда разнесли код IDEA Ultimate и Community Edition. Он в отдельной репозитории на GitHub. Какие-то части IDEA этих проектов, они находятся во внутренних репозиториях. Плюс часть Android, которая разрабатывается, на самом деле, в Google, и отдельная еще репозитория с плагинами. И беда заключалась в том, что ни один из этих проектов нельзя было вот взять, выкачать и запустить. Любой из них требовал еще какой-то докачки исходного кода из других репозиториях. Это очень неудобно. С этим неудобно работать ни разработчикам, неудобно работать на CI. Сейчас посмотрим, почему. Значит, для разработчика это означало, что нужно разные части кода из разных репозиторий правильно выкачать в разные места. Когда мы вот с таким работаем, если делаем правку, то есть это получается один монолитный большой проект. И когда мы делаем правки внутри этого кода, эти правки могут затрагивать несколько репозиторий за раз. Допустим, вы поменяли метод какой-то внутри ядра, а этот метод используется и в плагинах, и в Android Studio, и в других IDE. Соответственно, эти правки расползутся по нескольким репозиториям. Когда мы сделали правку, нужно сделать коммит сразу же в много мест. Какие проблемы из этого возникают? Ну, естественно, коммит сплит так называемый, что нужно сделать коммит в несколько мест. Медленная сборка получается. Но с этим можно как-то мириться еще. То, что она медленная и то, что не очень работает, удобно с несколькими репозиториями. Как-то это можно с помощью инструментов решить. Но вот красный CI никак нельзя с этим мириться, если вот такая модель проекта начинает влиять на сборку и она валится. Сейчас объясню, почему она валится. Значит, вот у нас… А, как это пытались еще решить тоже. Вот у нас правки влетают в несколько репозиториев. А TeamCity забирает эти правки из нескольких репозиториев. Теперь, чтобы у нас сборка произошла и все было хорошо, нам должно повестить два раза. Первый раз – это то, что мы все эти изменения примерно в одно время, так сказать, атомарно отправим в шесть этих репозиториев. И второй раз, если вот на первом этапе нам не повезло, что они не прилетели одновременно, нам должно повести с правой стороны, что TeamCity заберет их более-менее одновременно. Если этого не произойдет, если TeamCity соберет правочки, скажем, некоторые раньше, а другие еще туда не дойдут, или он их как-то начнет собирать раньше и другие не увидят, то у нас сборка, скорее всего, упадет. Ну, потому что мы, например, добавили метод, который теперь нужно использовать везде. Какие-то модули у нас собрались, какие-то нет. Хорошо. Пытались решить это таким внутренним решением. У нас внутренний Git-сервер. И с помощью плагинов идеи пытались симулировать атомарный коммит. Это сильно улучшило ситуацию. Сборки позеленели. То есть мы решали как бы с левой стороны, да, получается. С стороны TeamCity ничего не происходило. То есть чаще всего сервер мог таки обеспечить такой атомарный коммит, симулировать его примерно в одно время, отправить правки во все шесть репозиториях, и TeamCity удавалось собрать эти изменения примерно одновременно. В TeamCity по умолчанию процесс сборки раз в две минуты отконфигурирован. Его можно сделать больше, можно сделать меньше, но две минуты по умолчанию. Но тем не менее, когда команда росла, все равно сборка падала. Иногда чем больше людей приходило, чем больше правок приходило, тем больше была вероятность того, что все-таки это все упадет и не соберется. Решение пришло как бы на корню решить эту проблему. Решили свести все репозитории в одно целое. То есть то же самое дерево, которое разработчик каждый раз создавал на машине, решили свести просто в репозиторию и теперь в принципе вся схема работы на CI превратилась как бы в схему работы с одной репозиторией. Единственное, что естественно в самом TeamCity, если вы хотите собирать какой-то отдельный модуль, нужно было подкрутить правила сборки конкретного отдельного модуля. Но на TeamCity собирается все сразу, все модули сразу. Что на самом деле создает следующий такой челлендж для команды. Сборка занимает много времени. Какая основная цель CI вообще? Быстрее дать ответ, все ли у нас хорошо или нет. Вы отправили свое какое-то изменение в систему контроля версий. Хорошо, минут через 15 максимум получить ответ, ваше изменение положило все или нет. Прогнать все количество тестов на своей машине для всех продуктов IntelliJ IDEA не представляется возможным. Для этого нужна ферма. Соответственно, мы хотим сделать это все-таки в CI. Значит, поговорим немножко о сборке. То есть ребята начали решать скорость сборки и к чему они пришли. Вот исходные данные у нас. Полная сборка модулей, она занимает где-то 10-15 минут. То есть если мы начнем собирать просто каждый раз проект 10-15 минут, без тестов мы уже не укладываемся в нашу цель, давать ответ за 15 минут. Вместе с тестами это может от 30 до 60 минут занимать. И таких количества сборок в день примерно 200 происходит. Иногда больше, иногда меньше. В зависимости от того, как люди работают. Но тем не менее, если мы помножим это на размер артефакта, который получается от сборки этих модулей, 750, мы получим где-то 150 гигабайт данных, которые генерируются за день. Естественно, такое хранить или отправлять или двигать по сетке, тем более с облачными агентами, это не очень оптимальное решение. Это влияет и на скорость сборки, и на счета в Амазоне, и на все. И задача получить, значит, 15 минут. Какое же решение? В принципе, об этом можно уже и догадаться. Давайте про реализировать и инкрементально собирать. Что означает 750 мегабайт? 750 мегабайт одного артефакта состоит все-таки из большого количества отдельных маленьких архивов, которые получаются с каждого модуля. Всего этих модулей 1250. На сегодняшний день я вчера посчитал. Можно эти модули не паковать как один архив, а паковать каждый отдельно. Получится 1250 маленьких модулей. Теперь с каждого модуля снимается какой-то хэш, и каждый модуль отправляется в хранилище. Так вот, если модуль не изменился, у нас вот эти хэши хранятся в хранилище тоже, можно его туда не отправлять. То есть, казалось бы, довольно такое топорное решение, но оно приводит к следующему. Поскольку в основном работа идет над каким-то одним модулем, вправки, они изолированные, общий размер пересылаемых артефактов в день вместо тысячи, сколько там было, 150 гигабайт превратилось в 25 мегабайт. И время сборки, инкрементальное, вместо 10-15 минут оно стало стабильно меньше одной минуты. В TeamCity, в свою очередь, это тоже скриншот из нового UI, который сейчас в разработке, но тем не менее в последних релизах его можно у себя попробовать, включить и увидеть некоторые нишечки. Вот это вот такая гант-чарт, диаграмма немножко отсортированная. То есть, в начале мы видим инкрементальную сборку, время инкрементальной сборки около одной минуты, и тесты, которые распараллелизированы, мы видим, что наверху сразу же можно определить, над какими тестами нам еще стоит работать. Как это будет решаться, это уже вопрос инженерный. Можно разбить самую длинную сборку еще на два, она станет меньше. Тут важно уложиться именно в 15 минут, а не как-то обмануть себя и систему. То есть, четыре из этих сборки сейчас не укладываются, четыре группы тестов не укладываются сейчас в 15 минут, но уже близки к этому показателю. Как распараллилить те тесты? Здесь один есть такой нюанс, который нужно знать с TeamCity. TeamCity, он не просто собирает или запускает тесты, он их еще как-то анализирует, пытается понять, это новый тест упал, это новый тест вообще запустился, а может быть этот тест мигает, и надо его как-то зарапортировать. Так вот, если мы начинаем разбивать тесты на группы, нам важно, чтобы тест, который запускается, всегда запускался в одной и той же группе. Потому что если он будет прыгать между группами, которые мы сейчас парализировали, TeamCity будет думать, что это новый тест, или он заново новый упал, или он вообще мигает. То есть, это будет не очень хорошо жить с возможностями TeamCity. Все нормально, он запустится, если этот тест пройдет, все хорошо, но будет не очень хорошо видно в отчетах. То есть, если мы разбиваем тесты на группы, парализируем их, нам надо как-то обеспечить то, что тест всегда будет оставаться в одной и той же группе. И этим занимается автоматический скрипт. Он по имени теста высчитывает хэш, и, соответственно, это обеспечивает стабильное попадание теста в какую-то группу. Даже если мы просто добавляем новый тест, он попадет в новую группу и там и останется. Поэтому он прыгать не будет. Выводы. У меня есть тоже капитанские выводы. У меня вообще был капитанский доклад, я думаю. Можно адаптировать процесс под инструмент. Вот у вас есть инструмент, что-то он вам предоставляет, вы инструмент не меняете и пытаетесь сделать свой процесс, вот то, как этот инструмент вам делает. Это иногда можно делать то, как, допустим, мы видели у меня в примерах, некоторые команды делают, видят, что TeamCity работает вот таким способом, значит, мы будем делать вот так. Можно сделать наоборот. Можно начать подпиливать инструмент под процесс. То есть команда .NET, они решили, что у них процесс вот такой, и нам просто не хватает функциональности в TeamCity, мы напишем свою утилиту, своего робота, который будет джонглировать бранчами. Почему бы нет? Если вы используете TeamCity, и если у вас есть какие-то части в процессе, которые не накладываются на TeamCity, мне было бы очень хорошо узнать. Ну и в заключение, как мы начали с герба индустрии, я вам немножко культурной составляющей принес. Город никогда не будет построен. Это фраза про Таллинг, где я живу. Есть поверье, что если Таллинг будет построен, то его разрушат. Так вот, это в принципе применимо к любому другому большому проекту. Вы никогда не будете знать, как ваш инструмент будет использовать, если он становится популярным, и его всегда придется как-то допиливать. Для себя или для других. На этом я хотел бы закончить, и если у вас есть вопросы, я надеюсь, что есть, мы можем о них поговорить. Ты говорил, у тебя будет на час, я уже думал, что... Я как-то очень таратурил. Вот, вопросов... Нормально. Тут очень много вопросов. Мы, наверное, все не успеем, но у нас есть еще дискуссионная зона. Супер. Поэтому начнем. Какие-то вопросы, так как ты амбассадор TeamCity, просто про TeamCity, какие-то про твой доклад, я думаю, что... Мы все попробуем поблетворить. Да. В общем, такой вопрос. Сай проекта TeamCity реализован с использованием TeamCity. Это вопрос. Используете ли вы другие продукты? Если да, почему? Короткий ответ – да и нет. Ну, то есть, да, TeamCity собирается на TeamCity, и нет больше никаких Сай инструментов, я бы не видел, чтобы использовались. Может быть, используются инструменты для доставки, но это вот такие, как Terraform, и они напрямую к CI все-таки не имеют отношения к этому мнению. Ну да, было бы интересно TeamCity на Дженкинсе собирать. Можно попробовать. Было бы интересно, да, увидеть, справляется Джилет Дженкинс со сборкой TeamCity то, как надо нам. Вопрос, который я не понял, но, возможно, ты поймешь. Когда Investigation Auto Assigner будет нормально работать с не-мастер ветками? А то заявили, а не работает. Нехорошо. Запускайте ViewTrack, этот фидбэк будем чинить. Нет, Investigation Auto Assigner, он действительно появился в прошлом году, и его разработчик так потихонечку доводит до ума, в зависимости от обратной связи. Для тех, кто не в курсе, что это такое. TeamCity, когда запускает сборки, сборка там, тест может повалиться, сборка может не стартануть, какая-то проблема может случиться. То есть сборка красная. Есть такая функциональность, которая называется Investigation или расследование. Вместо того, чтобы открывать ищу где-то в ищу-трекере, прямо в TeamCity есть кнопочка Assign Investigation на кого-то. То есть открыт тикет прямо внутри TeamCity. И тогда в списке или в профиле пользователя, пользователь увидит, что вот у него есть такие-то задачи, нужно посмотреть на такие-то сборки, такие-то сборки надо починить. Автосайнер автоматизирует процесс назначения вот этой задачи на человека. Он анализирует коммиты и, соответственно, создает вот это вот исследование, расследование. Я не знаю, как на русский язык более правильно это перевести. Вначале он был просто неконфигурирован. В нем одна юристика была зашита, и он вот делал одну эту функцию. Естественно, есть какие-то false positive, так называемые, когда он не угадывает или чего-то не делает. И вот что там спросили, наверное, какие-то corner-кейсы еще не закрыты. Будет очень здорово, если вы такую обратную связь приносите, особенно если эта связь прилетает в трекер. Ко мне люди приходят иногда в чатике, такую обратную связь приносят, я стараюсь ее до команды тоже донести. Но я не могу сказать, чините, гады. Я могу только сделать. Давайте починим. Что будет с build-сервером, если у нас часть функции выделены в secondary servers, например, работа с агентами, а мастер при этом упадет? Он полностью развалится или частично сохранит функциональность? Build идут, а UI не работает. Да, очень хороший вопрос. Значит, я на слайде обозначил, что есть основной сервер и вторичный сервер. Вторичный сервер может работать как read-only сервер, который все равно будет отдавать UI. То есть мы сможем посмотреть результаты сборок от агентов какие-то вещи. Если там очередь есть, то мы на нее тоже сможем посмотреть, но он read-only сервер. Мы можем только смотреть результат, но не менять конфигурации и не можем запускать новые сборки. Если такое происходит, есть мониторинг на основном сервере и, естественно, администраторам придется его быстренько поднять. То есть эта проблема процессуально решена. В чем смысл инициации Night Build в 5 вечера с последующим фетчем правок до 7 вечера? Не проще ли в 7 и запускать? Тут, смотрите, я понимаю, почему такой вопрос задан. Если компания работает с 9 до 5, все в 5 бросили ручки и ушли с работы, замечательно, можно в 7 поднять. В JetBrains практически нет времени, когда кто-то чего-то не комитет и кто-то чего-то не собирает. Поэтому просто в 4 утра, допустим, это самое безопасное время, когда можно это сделать. Но если вы за это ответственны, то вам, естественно, в 4 часа утра не хочется проверять эти правки. Лучше в конце дня после работы, основной, когда уже меньше этих комитетов пролетает, за день сделана работа, проверить эти вечером правки и сказать, все окей или не все окей. Это дает какой-то буфер по времени, это дает какой-то контроль над процессом тоже. Если мы будем это в 7 вечера выкатывать, ну, кому-то вечером, может быть, в плохих ситуациях придется решать проблемы. Я думаю, что не все это хотят. И это вполне нормальный человеческий процесс. Так, получается, с утра пришел, и если что-то пошло не так утром, вот как раз там manual, допустим, этот тег, то ты с утра пришел и уже у тебя целый день, ну, или ты сразу можешь заняться фиксом. Да, но самая худшая ситуация, конечно, если мы все проверили и в 4 часа утра процесс запустился и все все равно грохнулось, да, ну, какие ситуации не бывают. Это самый худший случай, потому что CI, вот, когда он работает, вы отсылаете туда правки и получаете что-то ответы обратно. И с точки зрения программиста это идеальная ситуация, и никто даже не думает про CI. Но как только CI-сервер ложится или там что-то плохо, встает работа всей компании. Чем больше компания, тем больше ущерб. Работа может реально стоять. То есть я в предыдущей компании Dodged Brains когда работал, у нас тоже был довольно развесистый CI, и если сервер даже работал, но тормозил при этом, сборки были долгие, работа вставала практически. То есть это очень важный компонент для компании. В чем я хотел бы сказать, я тоже хочу это поддержать, но я не знаю, что под NDA я могу говорить про наш CI, а что нет. В чем смысл, а это только что был вопрос, понимаю, что обновление происходит в 4 утра, ага, это тот же человек, но все-таки можно ли как-то провести обновление мастеров без недоступности или это не нужно? Мастеров без недоступности? Я не очень понял вопрос, честно. Может быть из толпы сейчас народ, человек громко крикнет и поправит как-то, даст дополнительные детали. Может быть он уже ушел. Ну да, или можно в дискуссионной зоне обсудить. Да. Так как вопросов много, предлагаю не останавливаться. Какую SUBD используют в TeamCity? Есть возможность отконфигурировать разные SUBD, у нас используется MySQL. Почему команды просто не используют pull request? Зачем робот? Ну вот тут я, к сожалению, не могу ответить на вопрос прямо авторитетно. Поддержка pull request в TeamCity есть. Она сделана для довольно простых случаев и сделана для публичных сервисов каких-то. GitHub, GitLab, Bitbucket. Для нашего сервера, для нашего собственного внутреннего сервера это не сделано. И если мы говорим о pull request, все-таки нужно понимать, что pull request – это не возможность Git, это возможность сервиса. То есть в сервисе должна быть поддержка. У нас этой поддержки внутри нет. Даже если в TeamCity он имеет pull request. Еще, кстати, было интересно в продолжении робота. Учитывая то, что он делает это автоматически, но я так понимаю, что если реально существует конфликт, то он просто падает и не может. Да, это не серебряная пуля. Все-таки придется тогда немножко потрудиться инженеру. С большой вероятностью, во-первых, она пройдет. Ну и если не пройдет, то, может быть, в другой раз получится. Пока что справляются. Мы, кстати, у себя тоже используем TeamCity и Bitbucket. И у нас есть свой плагин, который входит в TeamCity. И у нас тоже есть такой функционал, что есть галочка типа «Смержить автоматически pull request», когда все чеки пройдут. Но если у тебя мастер уехал, то у нас сборка автоматически перезапускается и все так же по кругу идет. Да. Очень похоже. Так. А как снесли все в один репозиторий без потери истории коммитов или забили на историю? С историей был перенос. Здесь, к сожалению, я не Хендзон и не Копенгаген, чтобы рассказывать именно, как это технически было сделано, были использованы некоторые инструменты для копирования. В принципе, такую информацию, как вот свести несколько репозиторий в одну с историей, можно на Stack Overflow найти. Сам я не смотрел, как это делалось, естественно. Еще один вопрос про Git. Можно ли было воспользоваться саб-модулями для решения проблемы с коммитами в нескольких репозиториях? Наверное, можно было. И TeamCity умеет очень хорошо в саб-модуле. Почему этого не было сделано? Не могу сказать. Ну, наверное, потому что изначально разделение на репозитории, на шесть вот этих репозиторий, оно было довольно искусственное. То есть проект все равно один. И зачем пытаться дальше держать разделенные репозитории, было не очень понятно. То есть уже было бы разумнее просто на корню решить эту задачу и свести все репозитории в одну. Я от себя хочу добавить, так как работал в саб-модуле, вот я не сомневаюсь, что TeamCity может в саб-модуле, но обычно разработчики не могут в саб-модуле, потому что, да, забывают, на чем конкретный саб-модуль, сейчас на какой бранче. Ну вот, да. То есть не очень удобная вообще эта вещь. И я думаю, крайний вопрос. Все остальные перенесем в дискуссионную зону. Хочется узнать поподробнее про веб-дав-хранилище. Как это устроено? Очень хороший вопрос. Я тоже, когда спрашивал человека, который готовил эту вещь, я спросил, а почему, скажем, не какое-то бинарное хранилище, уже готовый продукт, тем более, что внутри у нас уже используется. Человек сказал, что это просто файловая система с Nginx перед этой файловой системой и файли конфигурации там на 10 строк. Поэтому он не сильно вдавался в детали, поэтому я, в принципе, просто в презентации обозначил, что это веб-дав-хранилище. Про технические, как вот она прямо технически-технически устроена, я, к сожалению, рассказать не могу. Но, судя по комментарию, это было довольно просто. Если хочется об этом узнать, Владислав Расулкин, есть такое имя, можно его найти в Твиттере и проспрашивать. Хорошо, давайте поблагодарим Антона. Спасибо. 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 Спасибо.